Так, воздушные юниты. Позволять ли, разрешать ли воздушных юнитов? А что делать вообще? Это микро-контроль. О, это вообще не мое. Да нормально, Дима, я уверен, ты справишься. Так. Вадимка. Сиктрс офзадик РП. Весь стрим предлагают. Не, у меня есть карта на сегодня. То есть, я знаю, что каждый справится с написанием какой-либо игры. Но в Европе нету Албании, вы что? Наркоманы? Албания, это Европа. Вторая строчка, заходите Европа, и вторая строчка нужная вам Руба. А, все, я понял, что это такое. Мы создаем армию и... Говорят, что там только Булгария и Романия. Они, скорее всего, не туда заходят. Да, наверное. Там, смотри, там есть игры Warcraft 3 RPG, А, да, есть игры Warcraft 3 TFT. Вот надо в РПГ. Ну, я, да, я так и пишу всегда. Но они, видимо, заходят не туда. Черного героя взять, наверное, под это дело. Вот там, в Европе, стопудо в Албании есть. Ты проверял, да? Я проверял. Я думаю, после всего этого дела надо мне... Я просто обязан съездить в Албанию когда-нибудь. Так, кого последнего взять? Какая будет следующая шкаф? Посмотрим. Так, все. Короче, этот... Выбираем себе лимит. И, типа, регаемся на турнир. Это в среднем домике. После этого... Ну, то есть, старайтесь выбрать как можно более сбалансированную, интересную, сильную армию, которой вы победите. Учтите, что, например, танки не бьют по земле, бьют только по воздуху. Так что... Одни танки не затащат. Так что берите от них танков. Чего? Так что берите от них танков, и мы садачим. Да. Ну, что, давайте, пацаны. Я боюсь. Все ждут синего. Это ты, что ли? Да. Я последние два лимита не знаю, куда здесь. Два лимита? Ну, я вон этого паука вроде... А, нет. Фу, я не против тебя. Фу, а потом, ну, тут до последнего, типа, да? Кто-то будет, сборочный там сиделай. Не знаю, вот друг, да, взять. Ты, кстати, сейчас этот фуфа появился тоже за эльфов, но вот в том же месте, где я в прошлый раз был. В прошлый единственный раз мы... Что-то у него это... Так, хилку. Давайте змейки. Это что тут, что за отдача? Отлично. Я не понял, он решил чисто героем, да, сражаться? А, он взял три блэдмастера, и что? Чего-то я не очень понял, но я взял очень хорошую армию, то есть я взял, во-первых, драконов, которые довольно универсальны, взял некромантов, которые дают 75% скорости атаки, взял мага, который всем дает 5 армора, взял блэдластовского чувака, в итоге меня драконов в два раза быстрее атакуют. Здесь мы видим, что есть две хилки у пацана, горгулия, дракон, ну, какой-то странный лимит, то есть, например, мясники очень сильно уступают медведям. Медведь может крикнуть и дать себе армию атаку, а атак по характеристикам, в принципе, то же самое, примерно. Атак кнайт, например, лучше у кнайта, скорость атаки выше, атака больше, брони больше, ну, то есть кнайт по всем показателям, единственное, у него хп меньше. Пацаны что-то боятся. У Андрея есть два доктора, доктор, кстати, тоже крутая тема, они ставят, во-первых, вардик, который станет всех, а во-вторых, они ставят вардик, который хиляет всех своих, так что... Опа, чувак сразу такой... Чего? Настоящие саппорты варды ставят. Да-да-да. Ну, у них есть и варды такие, кстати, варды, которые именно варды, которые показывают местность. Андрей взял зачем-то трех ведьмаков, но, тем не менее, Андрей, скорее всего, выиграет, потому что у него, вон, есть магию там какую-то использует, что-то там юзает. Здесь даже, вон, часть не подошла. Да-да, что-то Арчи и Андрея пошли куда-то вперед, в лобовую. Андрей такой, Арча, лобовая атака, а потом, ёпрст, Т. Арча, фокусе мясника. Да не, нормально, пусть они что-то хотя бы фокусе, главное, что вы не за своей армией стояли. Но здесь реально что-то все смешалось, короче, как финды как-то оказались слева, хотя чел справа нападал. Я не понимаю, каким мифом это произошло. Притяжка. Да, и, кстати, этот кидающий ссылку на плагин заодно. Потом славится, посвящается, посвящается, понятный спам. Ну, что ты так смотришь, ё-моё? Сделаем вот тут вот парочку надписей, вот такие как это, и все. Ну, так, может люди хотят специально от тебя получить ссылочку. Да, я весь стрим сижу и ссылочки кидаю. В блокнот, в блокнот сделай, ты чё, нормально. Всё, Андрей победил. У него очень много чего осталось, потому что он юзал с пылы. Андрей молодец. Так. Делаем вот так вот. Почему опять ты дерёшься? Не знаю, я сильный. Делаем вот эту тему. И главное, что у меня ровно один пак, то есть мне никак в этом плане не зафейлить. Чел пока не готов. Ого! Теперь с баллистами какой-то наркоман. Чё за фигня, пацаны? Какие масс-докторы и баллисты? Сложно в этой игре что-то потерять. Ой-ой-ой, некр, некр. Неуязвимость. Оп. Вот это поворот. Танцуй, танцуй без меня. Тут некроман скелетов воскрешает. Ой-ой-ой. Ну посмотрите, что творят ДТСы. А как у тебя, типа, ну шестой можно на арене апнуть, да, прямо? Ну да, ты юнитик убил, стал шестым. Одного юнита я потерял. И никого больше терять не собираюсь. Я, кстати, беру от Блэйдмастера, видимо. После футов я тут даже уже седьмой левел апнул. А, лоу. Один, один этот, смотри, стоит. А, нет, 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 нет. Я хороший. Дракон, вперед. Все. Гэгэй, мэн. Да, что-то тут посредственные специалисты в составлении сбалансированных ар... Ух, хохо, Тима. Так. Ты, главное, трех лекарей переключи на этих, на третий спелл их. Правой кнопкой кликни, чтобы они кастовали все мармор. И хилку качни на три своему пацану. Остальное можешь не качать, манны не хватит все равно. Ну и этими своими вархаммеровскими пацанами делай полиморф на Таурена и на Кадоя. А коней жри кадоями. Все, вот, все, все сказал Дима. Тебе осталось изи вообще. Андрея осталось не ставить варды в то место, куда противник срой не придет. Надо хотя бы в центре это поставить, а потом сказать, чувак, ну давай я свою половину прошел. Подходи. Дима, ты уснул что ли? Я так понял, он не может делать несколько дел одновременно. Если Дима контролит, то как бы все. Это микроконтроль. Алло. Алло, да, да, да. Что-то у меня с наушниками случилось. Ты слышал, что я тебе говорил? Нет, что ты не говорил. Просто я тебе стратегию победы уже сказал. Блин, давай еще раз быстренько. Короче, трех целителей переключаешь на третий спелл правой кнопкой. Я уже. А, что еще? В полиморф на Таурена и всякую фигню. Готовься этими целителями делать диспеллы его вардов, главное, на Д. Иди нападай, ты задолбал, что ты стоишь-то? И кодоями жри этих. Кодоями жри к найтову, вообще все, что будет. Так, ладно, я предположим, что я все запомню. И хил, главное, хил делай, только хил делай, а остальное в принципе все фигня. Потому что хил, ну блин, ты, конечно, его вовремя завязал-то. Хил по пяти целям, когда один град на 100 хп был ранен. Кодоями жри! Кодоями жри! Так, Кодоя где? Кодоев, он сверху два Кодоя, вот вниз. Я нашел уже Кодоев. Хекс делать, конечно, довольно жестко против него, потому что у него есть ведьмаки, которые заклинания перефигачивают. Но они ничего... А, они заняты, они заняты атакой. Кодой, давай, давай, сошли что-нибудь. Я до сих пор не понимаю, почему у Дима ник в скайпе развратник. Неужели мы его так плохо знаем? Дима сам не понимает. Но вообще, когда мы познакомились, у него был такой ник в Лиге Легенд. И с тех пор мало что поменялось. В его образе жизни? В его нике в скайпе. Точнее, ничего. Мне нравится, у Андрея постоянно есть кто-то в тылу, вот, например, вот этот Таурен, который через вот этот все дело прошел. А ты чего не играл? Ну что, ветерант. Да, ветерант. Ветеранты твои. Так, где все по очереди? Может, Коняева уберем, ты не думал? А чего, он еще жив там? Ну, как бы, вот он бежит за тобой. А, он просто вылез из Кодоя. С из Кодоя? Ну, это как этот, как Эсвентура. Лейма, у тебя своя поддержка есть. Ты со мной, что ли? А можно с тобой не драться? Да нормально, чудо-то. Я тебе все рассказал. А, уж хорошо, ты думал. Стратегия победы. Жри драконов. Интересно. Такова воля денег. Не буди его мне зверя. Что приказа? Верно? Да, ломишь драконов в сетки и жрешь. Да. Только сеток нет. Вот так вообще мелочи. Чем могу помочь? А, я еще к этих вот кейс смотрю иногда. Че делать вообще нужно? Так, кто у меня остался? Да, никому не осталось. Ну и ладно. Где? Ой, тролль сдох. Чем могу помочь? Ну, вроде выигрываем. Да вроде, да. В этот, Блэйдмастер с катапультами было опаснее. Ну, Дима, проблема в том, что у него куча, например, бесполезных целителей. И все, что еще не контролирует. Ну, да, потому что... Ну, я тоже не особо контролировал. Я когда начал контролировать, как у меня уже осталось это... Когда ты поняла, что ты играешь, да, а че раунд не заканчивается? Не знаю, вроде все умерли. Может быть, это была финалка? Ну, да, кстати, ты типа это. А ты тоже два раза победил, что ли? Нет, я нет. Ну, просто все уже проиграла. А, вот, все, все, все. Сейчас дошло, что все-таки убить всех юнитов, это, наверное, победа. О, батарея из The Ultimate Fighting Champion. Нормально. Давайте заново. Так, ну, на этот раз лимиты поменьше. Раз проблемы есть с контролем, то давайте поменьше. How many heroes? Давайте один герой. Пятого левела. Все, сейчас всего у нас 30 лимита. Или сколько? Вадим, можно коне написать спонсору? Все по-твоему. Взываю силами ветра, землетняя гора. А смысл? Голубинный какой в этом? Голубинный. Голубинный смысл тут какой-то получается. Можно, кстати, реализовать страту с некромантами. И повозками. Да, можно вполне. Полни мощно. Так, а, героя бы еще взять. Еще же можно. Так, какого бы, какого бы героя взять на этот раз? Что на этот раз? Тэкс. Даже не знаю. На того же брать тупо. Надо что-то повеселее, поразнообразней. Давайте. Вот, этого пацана перевозьмем. Так, осталось два лимита. Как раз для вот этого чела. Вообще, конечно, с моими стратегиями диспелл довольно сильно бы меня контрил. Потому что у меня очень много костов, очень много спелов. Диспелл бы все это дело сбивал. Ну что, осталось целых пять человек, которые собирают свою армию. В этот раз я доволен. Я вообще смотрю, кто просто есть в Варкрафте. Понятно. Изучаешь юнитов, да? Да. Так, что написал? В доту я играл ее с 2007 года, но сейчас не очень активно. Там, одна игра в месяц, например. Ну, в последнем месяце ее не было. При этом. Не, да там нормальная тема. Можно зайти, всех порезать. Но в доте нужна компания. Очень большая. Так, остался опять только Дима, понятно. Самый опытный. Да-да. А лошади ходи. Соломи, Лалочка. Ну, сколько мой она? Ну, я вот... Пять сообщений назад было. Название карты. О, Андрей, Андрей. Просто, ну-ка посмотрим, чему научил. Виспа взял. Виспа для диспелла. Вот это стратегия, пацаны. Он взял. Виспа для диспелла. Нормально. Ну, кстати, шутками-шутками. Нормальная тема. Но Дриады не стоят своего лимита. Это самые такие переоцененные с точки зрения лимита юниты. Что за два лимита, конечно, все-таки были... Они бы слишком были жесткими. Но за три лимита они слишком слабые. То есть у них всего-то 20 атаки. У Финда, например, 29-49. А Андрей даже... А, противник Андрея закапывал Финдов. В этот момент уже под му, короче, срезали. Дерево рубить можно? Ну, возьми рабочих, руби дерево, пока я буду убивать тебя. Но лимит Андрея убивает в этот момент воздух. Тема в том, что Дриады неуязвимы к магии. Поэтому, видимо, Андрей, контря воздух, возможный мой, взял все это дело. Но проблема в том, что Дриады терпят жестко от Финдов. Но Финды-то тоже побеждены. Здесь остался один Блэйдмастер. Но один Блэйдмастер справится со всем этим, если Андрей не будет контролить. А Андрей пока не собирается заниматься этим делом. Он считает, что это для плебеев. То есть, ну, как-то... Сфинкса фигачит. Заслачает. Оп. Ну, то есть, четыре Дриады, в принципе, если хорошо попотеть, могут расконтролить. Куда тут бегать? И беги. Дриады замедляют все-таки с каждым ударом. Хотя Блэйдмастер с инвизом. То есть, ну, как бы эта игра была бы долгая очень. Ну, у него имана нет уже. Он улетанул зачем-то в одну Дриаду. О, ну, Андрей сейчас... Вот-вот просто до этого ничего не было. Смотри, ты, короче, берешь одну в одну сторону, а другую в другую сторону. Да-да-да. Именно так и надо. Ну, у него когда-то их было четыре, и он мог одну в одну сторону, другую. Ну, короче, по две можно. Так, ну, наверх. Ну, control-1 и control-2. Опа-опа, невидимый ниндзя готовится к охоте. Дриады нет, бегите. А чуть-чуть забежать наперед. Если ты играешь за инвизера в доте, в варкрафте, возможно, в лоле, где-нибудь, то ты должен забегать инвизером наперед, чтобы когда противник продолжал движение, он пытался тыкаться в тебя мордой. Я предлагаю Андрею отдаться при всем моем уважении, не побоюсь этого слова. 497 зрителей. Здорово, друзья. 497 зрителей смотрят, как две козы бегают от мужика с мечом. Зашибись. Давайте вот так смотреть, так интересней. Так, 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 атака. Ай-яй-яй-яй-яй. Пропустил, пропустил, не держит Андрей. Не держит козу. Да, и Критуля, Критуля на 148 завершила жизнь бедной козочки, а она хотела давать молоко, растить козлят. Посмотрим, сейчас желтый справится с ударом на опережение. Ну нет, нет, в этот раз, в этот раз еще нет. Но зато с Критом он справился. О, она окружена, нет. Ну Андрей продолжает контролить, он не сдается. Ему еще минуту 40 бегать, и тогда... Все, наверное, шашлык. При всем невероятном контроле. Невероятном. А есть, кстати, еще микроварсы, где все одновременно дерутся. Есть у кого-нибудь ссылочка на это дело? Так, что тут? О, Дима. А, это не я, епрстая. Что за фигня? Почему не я? Почему кто-то дерется, и это не я? Да. Ну что, иди, иди ломай ему лицо быстренько. В такой игре можно даже за демона взять огненный плащ, потому что... А я что и сделал? Очень много наземных. Крикни медведям. Ну так еще рано. Так он действует довольно долго. Да? Да. Вот хилять, вот хилять чуть-чуть рано, чувак. Хил там где-то порядка 8 секунд действует. Чуть-чуть рановато. А, блин, ну ты зря медведя превратил. Надо было... Ого, ты хера киллер! Надо было сначала на Демон Хантера. Ой, Дима. Крикни гигантам. О, молодец. Дима! Сбей ему этот хиляющий вар. Нифига тебе гиганты, короче, фукусят. Он крикнул такой. Епросы, пацаны, я не кричал. Нет, нет. Да, вот сейчас реально смешались люди, медведи. Но вот чел с медведями тупо победил. Он зачем-то кинул щит-молнию на себя, подамажил своих медведей, понял, что это не так, зашел дамажит одного рифла, неистого. Неистого. У Макса есть. Не знаю, что-то тебе надо было на арте твоей, не знаю. А, у Макса есть? Ну, Макса есть. У какого? Иванов. А, Иванов. Иванов. Ну, отлично, Макс, создашь в следующий раз туда эту карту с кучей. Только не свойство... Не пытайся пропихнуть свойство один раунд. Как карту. Так, ёпрст, я сегодня драться буду, тут жалюзи всякие сражаются, а я нет. Так, это замечательная армия химеры с поддержкой, авиационной поддержкой. Палагин. Просто чёрная акула, можно сказать. Так, а здесь у нас Йоцура второй и паучки. Но паучки не лучшая тема здесь, паучки всё-таки не очень сильные в таких темах. На аренах паучками надо кайтить потихонечку, а здесь получается, что... Ну, блин, здесь зря, конечно, он атакует вертолёты. Вертолёты не особо мощные. Они двух драконов будут долго бить. Вертолёты сильны своим сплэшом. То есть, они сильны против, там, например, 20 горгулей. То, что они дадут три залпа, и 20 горгулей рассыпятся. А двух драконов они будут бить до скончания веков. Ну, вы видите, что рассыпались паучки. Тема паучков это закинуть... Ну, правда, ещё живблэйдмастер. И ещё живблэйдмастер. 501 зритель! Кстати, дракон-то всех победил, а химеры по воздуху не бьют. А-а-а, добивай! Вот это фишка. Нет, всё-таки... Всё-таки чувак победил своим драконом. Да какая ничья! Дракон убьёт всех трёх химер. Ну, чел виноват, как бы... Чел виноват. Отдал всех вертолётиков, не убив драконов. Ну, в общем-то, и получается, что если бы он взял грифонов хотя бы вместо химер, было бы получше. Потому что 30 лимита химера тоже сильно своим сплэшом. То есть, она бьёт, правда, ещё и своих. Вадим, ты истинный комментатор. И у нас 506 зрителей. Накомментировал. Блин, а можно как-то кто-то из вас сдастся? Это вообще возможно в этой игре? Оба, тут зелье омоложения, эликсир неуязвимостей можно купить. Но туда, наверное, не пробежать. А что тут комментировать? Прирождённый комментатор. Дракон сделал удар. Дракон подумал, дракон сделал ещё один удар. Соломейка чихнула. Химера повернулась хвостом к дракону, но поняла, что это ей ничего не даст. Повернулась лицом, снова хвостом. Что это не стопак? Снова лицом, снова хвостом. Так, она думает, что же делает Блэдмастер. Всё это время проводит в инвизии. Блэдмастер появился. Но у него есть снова манна на инвиз. Снова хвостом, снова лицом. Снова... Так, так, так. Химера, короче, запуталась в своём позиционировании. И один раненый дракончик всё это дело забрал. Ну, то есть, то количество вертолётов не спасает, конечно. О! Так, что здесь у нас за противник? Мы качаем стан. Качаем вот эту тему, потому что манны мало. Так, всех в один контрол. Этот у нас возвращается в нормальный мир. Так, так. Ты у нас так. Что случилось? Ты у нас давай ярость на быка. Подходим. И парень у нас кричит. Но пока не превращается. Всё, я вижу у тебя хиллеры и думаю, что сейчас он соточку будет хилять. Всё, убил антиэйр. Правда, эйра тоже у меня почти не осталось. Хотя у него два шамана по воздуху убьют. Три шамана по воздуху. И лич. Все, в общем. Офигеть. Вообще. Потно? Да-да-да, можно отдаться. Нельзя. Я отдался, походу. Останчик-то. В этот поворот манны нету. Меня победили. Пацаны. Он, кстати, хорошо контролил. Шам. Этого некрай не за... О, да лол. Да как же так. Да пацаны. Да не добивай его. Офигеть. Ключевой некромант. Ключевой. Воскрешай все эти трупы, если они ещё можно. Эээ, какие новые? Ой-ёй-ёй-ёй. Дела не очень. Это как с козой. Ищи скелеты. Мёртвые ждут. Интересно. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Эй. Скелеты. Вперёд. Скелеты в бой. Ух ты, ух ты, ух ты. Есть хорошие шансы. Ломай ему ноги. Обходи, обходи. Скелеты давайте. Давайте родненькие. Один удар. Залп. Залп. Скелеты. Как никогда не скелетили. О, пробок. Пробок, чёртов. Так, ситуация обостряется. В обход, в обход. Сверху атакуй. Скелеты. Так, обход не выдаётся, а время-то заканчивается. Скелеты скоро размалятся, они станут трухой. Ломай ему ноги, ну уже стреляй. Стреляй, скелет. Ещё выстрел. Ещё выстрел, но он распалился. Последний скелет. Вот это игра. А ну сюда. А ну ещё выстрел. Давай. А-ха-ха. Два хп осталось у Лича. Один хп. А-ха. И скелет развалился. Вот это да. Вот это валидольчик. Один хп у Лича и промах был до этого. 33% шанс промах. Два промаха. Два промаха. Два промаха. А он когда на возвышенность забрался, это было два промаха. Оооо, два скелета всего было. 33% шанса каждого скелета промахнуться. Да, вот это была игра пацаны. Неожиданно. Один некромант против героя пятого уровня и шамана. Ой, жесть. Жалко некроманта я, конечно, отдал. Если бы не отдал некроманта, было бы всё получше. Но здесь пауки очень быстро отдаются. Но, с другой стороны, герои никчёмные у эльфа. Поэтому у него есть проблемы. Главное блейдмастеру вырезать коз. Потому что ничего, кроме коз, здесь опасного нет. Забивать на этого. Драконами убивать медведей, потому что они бьют с очень большим бонусом. Да, драконы перенацелились на медведей. Хорошо контролят зрители уже в среднем. Паук тут выкопался, но толку от него особо нет. И без него тут всё неплохо. Убили медведя. Убивается сейчас последняя дриада. А, и предпоследняя дриада. Но, так как блейдмастер с инвизом, он довольно просто со всем разбирается. Драконы бьют гиганта, дриаду они бить не могут. Нифига себе. 528 зрителей. Это, пожалуй, рекорд. Да, это рекорд. Рекорд всех наших стримов. Дай, пожалуйста, ссылочку на плагин. Что сделать, чтобы не пропускать стримы. И про сходочку тоже там. Вкратце, пацаны, баннер есть под видосом. Вы всё поймёте. Офигеть, не дадут ещё шанс? Нет, походу шанса мне больше не дадут после того, как я забыл некроманта. После того, как один дамаг был. Не, ну я в эту карту играл раза 3, наверное, или 4. Но такого момента я ещё на ней не видел, а. Что скелет разваливается, 1 хп у чёртова леча. Ох, ох, ох. Это тот момент, когда ты вроде как проиграл, а вроде как доволен. Здесь, конечно, медведи очень быстро отлетят с одной стороны. С другой стороны ещё и птички пойманы. Птички-то грызут. Надо, надо отойти. Надо отойти от пойманных птичек. Блэдмастер, конечно, хорош здесь всё-таки. Хоть у него нет никаких артефактов, а типа он сильный при наличии артефактов. Опа, медведи сломали как-то. А как медведи сломали? Новый, что ли, личный лобанул, видимо. С плаша, потому что там особо нет. Видите, здесь дестройер. Дестройер, кстати, хорош. Дестройер очень хорош в таких играх. Он диспелит и получается то профит. Но видите, эльф законтролил пацана. Сейчас Блэдмастер сдохнет. Всего вот два гиппогрифа с третьей атакой. Ну, здесь все юниты с максимальными грейдами. Всё решает. Всё? Всё, победил чувак. Он выиграл и в сражении, и выиграл войну. Да, жёстенько. Ну что, сейчас можно на 21... Не, ну давайте на 50, наверное, как в прошлый раз. Раз, воздухом. Героев два. Слишком платная карта. Да. Давайте седьмого. Герои седьмого левела. Герои седьмого левела. Вообще жесть. Вадим шкальник. Шкальник. Ой-ой-ой, шок. Шок и трепет. Вадим оказался шкальником. Шкальником. Так, а где дестройера нашли? Я не понял, его что-то нету. Дестройер надо из тележки будет сделать, что ли? Ну да, они из тележки будут. Не, это понятно, но просто какая-то имба получается. Так, кого бы взять такого сильного? Ну, в любом случае, да, надо взять нескольких гиппографов. Включу он, некроманта. А, да, кстати, чуть-чуть не забыл. Тьма залетная. Медведь там, кто-то набирает. А где мой лимит, блин? Я уже забыл, что я взял. Героев я помню, я взял. Это главное. Может, лесоруба взять? Ну, конечно, не очень. Я просто из грязи в ктезе. В смысле, где? Ну, из последнего в первый. Не, не в том плане, что я сейчас затащу. Это очень вряд ли. Я такую херню понапигал. А, типа, ты решил дикими стратегиями, да, затащить? Так, ну что, у меня всего так по чуть-чуть. Всего по чуть-чуть моя стратегия. Опа-на, я уже дерусь. Причем с кем? С кем? Х. Ай. Вадим, устроен битву героев. Ван. Так, нет особо смысла. Неплохо, неплохо. Так. Ой-ой-ой. Фига у тебя, фига тут вообще. Хардкорная армия. Вадим, ты няшка. А что, зачем ты дракончик, няшка? Так, тихо-тихо-тихо. Ладно, потей. Я бы покомментировал, но я вообще не понимаю, что здесь происходит. Ну, в оранжевые юниты пошли. Как раз так. Паладин под неязвимостью ворвался. Не знаю зачем. А, тут Андрей. Дракончики пьют дракончиков. А что еще происходит? Ты из челешки не сделал, достроера. Так, а там лимит нужен на это дело. Ага. То есть, типа, нужно остаться... А, вот. Фу. Остался один паладин. Ого, он все воскресил. Вот этот поворот, точно аж. И трое Андрей, а? Взялся, воскресил. Но я как бы все второй раз убил. Паладин воскрешает шесть юнитов. Как так? Так, я понял, Андрей нацелен на беготню у нас тут. Ох, ничья. Усыпи его еще. Зиму громче. Скоро на охоту. Шас на стол. Что на этот раз? Согласен. Съешь-ка отводим там, не знаю. Слягер их нельзя, наверное. Не, нет. Шас на стол. Окружили мы пацана, сожгли ему ману для того, чтобы он неуязвимость больше не сделал. Потому что она очень мало манны стоит, неуязвимость. Так, надеюсь, снова сейчас я дерусь. Так, мой обидчик. Мой обидчик дерется. Чемпион. Личий чемпион. А здесь танк. Танк для того, чтобы бить по воздуху. Кодой. Кодой очень хорош, потому что он всем дает неплохой такой буст к атаке. Так что кодой надо обязательно брать. То есть, ну, это такая тема. Вы никак это контролить не должны. Ну, можете, конечно, еще кого-то и захавать. Но можно и без этого дела. Что-то несколько вертолетиков. Танк. У обоих, короче, есть антиэйр. Эйра как такового нету. Но антиэйр зато есть. По сути, есть 4 коня. Здесь 4 медведя. Здесь маги хумановские. Здесь маги орковские. Видно сразу, кто кого любит. Здесь турены. И парень правильно начинает хилять. Но надо как-то вот хилять и после этого нападать. А не хилять и после этого отступать. Ну, тоже неплохо. Здесь он вручную прокликивает сразу же на каждого коня. Вот эту вот тему. Спеллбрейкеры начинают рык на своих перекидывать. Но это на самом деле такая не очень веселая тема. Здесь вертолетики дерутся с гиппографами. Очень быстро дохнет конь. Медведи тоже сейчас умрут. Смотри, по трем стопам два ключевых вертолетика у него осталось. Это резерв. Да, стратегический резерв. Турен зашел в самую гущу и станет очень хорошо. Очень хорошо станет. И человек здесь вот победил. Ну, потому что кони, к сожалению, они слабее, чем медведи. Потому что, ну, в таких вот битвах. Опа! Ну, тут чел взялся, воскресил, не забывайте. Ну, потому что у медведей есть рык, у медведей есть регенка. Медведи, в принципе, у них, смотрите, 960 хп, у этих 985, чуть больше. Ну, кстати, он в итоге, в итоге с воскрешением, то он затащит сейчас, скорее всего. Потому что лично отдался, и все, гг. Воскрешение, конечно, ОП. Воскрешение очень большое ОП. Я об этом не подумал, а зря. Двой человек об этом подумали и выиграли. То есть, эльф очень жестко доминировал в этом файте. Но Хуман, воскресив свои войска, перевернул игру на свою сторону. Прикольно, что здесь и играешь, и комментишь. Потому что в риске, если ты комментишь, это значит, что ты уже не играешь. Что по зрителям? 532. Новый рекорд. Любой. Сегодня все рекорды бьем. Ну, конечно, когда-то, когда я стримил лол, у меня было 5200 зрителей на DreamHack. Но это было очень давно, неправда и так далее. Да, это было... И тебе никто не поверит. Мне никто не поверит, да. Даже скриншоту. Учитывая открытый фотошоп на данный момент. Так, кран-кон и жалюзи. Жалюзь у нас сжалился и построил две статуи. Статуи, кстати, нормальная тема, что они дестройером могут стать. Ну, здесь Дима рифлы, рифлы фигня. Потому что они трехлимитные и слабые тир-один юниты. Но это, блин, все равно, что ты набираешь каких-нибудь копьеносцев против пулеметчиков. Вроде как рифлы антиэры. Но, с другой стороны, все зависит очень сильно от контроля. Потому что рифлов надо выщелкнуть. Здесь есть воздух. А тема воздуха в том, чтобы вы можете, по сути, фокусить любого юнита. Потому что они не толпятся, не тупят. Здесь гиганты, зависит от того, медведя убьют сразу или нет. Гиганты будут кричать или нет. Будет ли чел перенацеливать после криков гигантов? Или нет? Чел сразу перенацеливает? Он даже не... А, вот сейчас второй гигант крикнул, он пока не перенацеливал. Дима, кстати, завод построил нормально. Создали заново карту, чтобы люди нового могли зайти. Ну, вот прямо сейчас ливану? Да. Типа, Дима, ты настолько не веришься этим. Здесь, видите, драконы хиляются. Прикольно. Но героя Дима убивает все-таки. Его гиганты живы. Но проблема в том, что никак здесь не убить воздух фиолетового. Воздух фиолетового too strong. Нету никакой возможности убить этот воздух. Стоят два рифла, но рифлы скоро будут разваливаться вот так вот. Рифлы умирают с поднятыми руками. Они пытаются сказать, что чуваки, чуваки, мы сдаемся как бы за дети. Не убить, не убить. Да, ракеты... И так не убить. Это ракета земля-земля, как мы поняли сейчас. Ну, многие... Дэх, никто не взял варденку, и она могла бы блинкнуться к магазину. А, варденка могла бы блинкнуться к магазину. Ну, блин, не знаю. Варденка, конечно, неплохая, но если сравнить там, например, с моими героями... Там, а кто у меня? У меня чел... У меня демон-хантер, который очень хорошо с плэшом всех бьет, и у меня дредлорд, который кидает голема, и который волну кидает. Ну, то есть варденка все-таки слабая. По сравнению с ними. Хотя она может героя зафокусить. Да, это конец Диминой империи. Жалюзи закрыли Диму на пути к победе. Но что-то пока микро... Ну, турнамент тупит. Вообще, следующий... Вот этот вот раунд доиграем, и создам карту, где все будут играть... Одновременно. Дима, а где у тебя юнит-то? Да нету ничего. Нету ничего? Это странно. Ну, видимо, просто тупит карта. Ну, у тебя же такая же фигня была, Рев. Ну да, ну там у меня что-то вроде по-божески потупило. Потупило, потупило и прекратило. Да, момент, конечно, с лечом. Я... А, вот, кстати, наконец мне это пришло в голову, ребятки. Нужен человек, который создаст клевое видео по мотивам разных стримов. То есть была наркомания вечерная с надуванием шариков, как вы помните, если смотрели. Вот был этот момент с лечом, была смешная концовка в футменах. То есть можно много чего с твича взять и нарезать. И можно даже конкурс на это дело сделать с денежным призом, да? Как думаешь? Что? Ну, конкурс на лучшее видео с моими моментами. Да, 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 можно. Ну, в смысле с денежным призом, чтобы стимулировать. Ты терёшься. Чего? Что случилось? А, всё. Да, 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 да. Что нужно? Молодец, вернулся. Да, не, правильно, конечно. Так, а что здесь у нас? Некромант, если что. Сразу же. Соломей, как вырастить пальцем младшего брата? Не знаю, не растила. Пальцы? Да. Ну, типа у него клешни, я так понимаю. А я бы не послушал, как вырастить пальцем младшего брата? Пальцем младшего брата. Пальцем вырастить, ничего страшного. Ну, типа ты иди туда, там. Так вот как-то. Пальцем тыкать его везде. Да блин, алё. Да. Вадим, почему за кем нельзя быть в варике? Какие-то вопросы задаются мне иногда, я просто, честно говоря, не ещё понимаю, что, как, где. Что ещё раз? Какой вопрос там был? Так, почему нельзя нашим зрителям в варике? Почему нельзя зрителям в варике? Что нельзя? Нет, почему именно? Они, видимо, хотят спектрить идти на игру. Ну, потому что арбуз сизней. Логично. Блин, герой сдох. У него ревоскрешалка. Да. Суровая. А их твои две штуки, можно взять, или знаковый герой? Ну, берёшь этого самого. Можно? Ну, дефт на этой, например, и... Нет, зачем? Можно одинаковый герой. А, можно одинаковый герой? Там же было три этих, логмастера. Газ, всё-таки успел выкресить, но сдох. Только двоих, во-первых, рез, но во-вторых... Всё. Соломей, передай Вадиму, что я его смотрю. Хорошо, спасибо. Я боялся, что ты не смотришь меня. Но, кажется, всё-таки смотришь. Блин, чё-то как-то мои лимиты оказались не самыми оптимальными. Наш герой погиб. Да, ну, конечно, тему с паладином я зафейлил. То есть у меня довольно много денег. Ну, два юнит, два юнита он, ясно, всего, он там, не в центре, скажем так. Нет, ну, сейчас выиграл он не благодаря паладину, но, в общем, если... Вадим, ты понимаешь, что ты Вадим, а не Вася? Ну, вот, после этого раунда не очень понимаю. Первым делом, первым делом, паладины. Да, ну, а все остальные герои потом. Да, меня законтрили, короче. Видите, я пытаюсь взять как можно больше всяких бафов разных, а он берёт, дисплейлит все мои бафы и простыми такими тем... Go без героев? Вот это идеальная тема от Андрея. То есть, Андрей, ты считаешь, что твоя проблема в героях, да? Что, как бы, будет победа, только герои мешают. Здесь так кружочком красиво юниты стоят, прям как на параде. Парад птиц. Чел, вот как я, набрал всяких магов, всяких штук. Это, конечно, круто, но один дисплейл это всё контрит. Интересно, а труповозка трупов, трупы делают или не делают? Ну, здесь не сделаны все грейдзмады на юнитов, то есть, она... Но заполнена ли она трупами или нет? Да, 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 я про то и спрашиваю. Ну, даже, если начали начать трупы генерировать, что-то предстоит. Ой, как хорошо здесь магов, маги-то вырезаются. Ой, как хорошо, а чел даже с этим ничего не хочет предпринять. Но, с другой стороны, здесь огненный столб неплохо всё вырезает тоже. Феникс вон фигачит. Да, жив... Побеждает Хуман очень жёстко. Хоть сейчас жалюзи сделал. Воскресил своих юнитов неуязвимыми, а они, кстати, нормально так фигачат. А где что-то ульта... А, вон ульт, вон ульт бегает. Даже манну потратил. Но, к сожалению, для жалюзей он проиграл. Получается, сейчас будет драка Димхаза против... А, нет, Димхаз проиграл, то есть жалюзи... Что-то я запутался, подождите, Димхаз выиграл, всё. Димхаз выиграл, то есть сейчас будет драка Димхаза против... Чела, который меня победил. Да, аппарат мы смотрели на Ютубе, причём московский, питерский мы не проглядели. Ульт ДК, как всегда, резнул пристов. Ульт ДК резает самых сильных юнитов, которые есть. Да, Панда, конечно... Вот здесь вот очень хорошие герои, то есть Паладин и Панда, пожалуй, лучшие герои, потому что Панда очень жёстко всех бьёт. То есть она бьёт и по земле, и по воздуху, и по технике, и по не технике, и по всему, и очень хорошо контрит воздух, а Паладин её хиляет и воскрешает ещё к тому же коней. То есть лимит здесь действительно стоящий у чувака. Единственное, вот эти два Ведьмака вызывают вопросы. Можно было вместо них что-нибудь другое взять, а так... Нет, ну перекидывать живой этот огонь. Духовное пламя. Духовное пламя? Так лучше Духовное пламя одним с пылом всё задиспелить, чем... Ну просто Ведьмаки, они такие, они ж не мгновенно это всё делают, и по одному. Ой, как сейчас Питлорд-то влетает. Но с другой стороны, магов здесь как зажарил хорошо чел, но чуть-чуть не дожарил, воздухом своим добивает. Горит к тому же конь. Скоро конь превратится в огонь и взорвётся. Превратится... Ну будет здесь Дум. Хорошо, кстати, чел контролят. Блин, вырастил я сильных зрителей, они реально опасные. Конь всё никак не сдохнет. Сейчас как вылупится эта тема, сразу же стан надо делать. Стан, давай, сразу стан. Стан, давай! Ну лол, встан. Главное, этим чуваком застанет. Он застанел бы и героя, и вообще всё, что только можно. Гонят здесь Келя, Кель сдох, но довольно много живого воздуха. Правда, жив и танк. Надо Дум-гварда отправить на танк. Воскрешаются кони, и... Это, скорее всего, сводит на нет всю ситуацию, потому что Панда очень жёстко уничтожает воздух. Хотя танк сейчас умрёт. И по воздуху здесь никто атаковать не будет. И всё. Но Панда. Но Панда накопила манну, дыхнула, правда, никого не добила. Цель убить Панду. Панду не убить. Панда всё-таки всё задышит. Ой-ёй-ёй, здесь какая-то штука зачем-то сделана. Эта штука делает так, чтобы башни не атаковали, но башен здесь нету. В общем-то он сделал так, чтобы башни не атаковали, но они от этого и не появились с другой стороны. Здесь надо как-то расплитить эту всю тему. Панда ещё некоторое время не будет манны. И, кстати, здесь же есть у него Минотавр, который может что-нибудь намутить. Ничего он особо не намутит. Чего там? Панда дышит. Нет, у Панды пока нет манны. Дыхание что-то типа 70, по-моему, стоит. То есть сейчас... О, как разделил. Да-да-да, здесь просто всё по-хитрому. Ну, с одного дыхания убивается любой из грифонов, но тот точно убивается. О-х-ха-ха, и не добил никого. И снова копим 70 манны. Но проблема в том, что Паладин за 65 манны хиляет Панду на 800 хп. В этом есть некая проблема. Да. Чувак сдался. Затащил Паладин. Давайте выйдем, дадим возможность новым зрителям зайти. И, Макс, создай карту. Я к тебе зайду.